В Дагестане и Чечне арестованы пять членов ИГИЛ, группировки запрещенной в России. Они готовили теракты в Каспийске и Грозном. А в Ставропольском крае силовики задержали участников нападения на Дагестан в 1999 году. Обо всем подробнее в сюжете Патимат Ханаповой. Начал подразумеваться к тому, что совершил вооруженную атаку на сотрудников ДПС, ППСП или МВД. Это один из пяти задержанных. И судя по его признательным показаниям, теракт в Каспийске и в Грозном планировался под его чутким руководством. Сначала собрал команду, среди которых, как он сам их называет, были автоматчик, проверяющий и гражданский. Дело оставалось за малым – изготовить самодельно бомбу. Затем совершить атаку, непростую, ухищренную посредством квадрокоптера. Я подготавливал план по нападению. То есть хотел купить квадрокоптер, хотел на квадрокоптере установить специальный спусковой механизм. Теракт планировался тщательно, о чем свидетельствуют изяты в домах задержанных предметы. Это компоненты для изготовления самодельной бомбы, револьвер, гранаты, боевые ножи и более 80 патронов. В Приморском крае тем временем сотрудники ФСБ и МВД разоблачили тайную ячейку террористов. В состав преступной группы Джамма-Ат-Таухи два джихад входили четыре человека. Установлено, что они финансировали международные террористические структуры. Задержанные также рассчитывали провести серию нападений на коммерсантов, после чего выехать в Сирию для участия в боевых действиях. Наряду с перечисленными задерживают правоохранители и двух жителей Ставропольского края, участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Это Тахир Бегельдиев и Нарибан Атепов. Так, в период с 7 по 24 августа 1999 года было совершено нападение на военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, осуществлявших наведение конституционного порядка на территории одного из районов Дагестана. В результате массированного прицельного обстрела участников банды было убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам. Напомню, речь идет о вооруженном вторжении в Дагестан в 1999 году, в результате которого погибли около 300 человек и получили ранения свыше 800 военнослужащих. Патимат Ханапова, Мурат Бикбарзов при содействии МВД, ФСБ и Следственного комитета России.